Роман Корбут, активист, который также участвовал в протесте на границе. Роман, добрый вечер. Я хотел запутаться, конечно, про реакции кировцев, этих фуров, в первую очередь, конечно, и белорусских. Я веду, что, напевно, вы устрекались из агрессии, из неким неприкрытым бахвальством. Что наибольшу вас уразило, какие эмоции там были? Я вам скажу так, что я лично, как бы, мы с моим коллегой говорили по рации с дальнобойщиками, мы подключались на их волну, и я вам скажу так, что удивило то, что, особенно, вот, мы сегодня уже говорили с ними, что много белорусских водителей адекватно оценивали ситуацию, к нам, как бы, отвечали, что и на «Живе Беларусь», что, как бы, что вот мы против войны. К сожалению, что меня, как бы, удивило, что, вот, ни разу не было такого ответа от российского, ни одного водителя, вот, как бы, это немножко так даже обидело, потому что, по сути, они приезжают в Европу, видят здесь, ну, и, как бы, такого не было. Это, конечно, было такое, что меня разочаровало. Много, конечно, агрессии, потому что там были слова о том, что мы стоим там за американские деньги, были слова о том, что мы все марионетки, были слова о том, что мы мешаем им жить, на что я отвечал, что, слушайте, как бы, российская армия мешает жить всей Украине, как бы, то, что мы блокируем вам, как бы, переехать границу и ждете вы два дня плюс, то это вообще не можно сравнить с тем, что люди умирают в Украине, и что люди должны переехать в другую страну, женщины, дети, и это все очень ужасно. Поляки приезжали потому, что они адекватно оценивают ситуацию. Все думающие люди в Польше понимают, если Украина сейчас не выиграет, или она не выиграет, как бы, достаточно, как бы, хорошо, то, не знаю, за 20 лет, 30 лет может ситуация уже такая быть, что, условно говоря, пани Маугажата должна будет ехать со своими детьми с Пшемишель, там, не знаю, с Люблина в Германию или во Францию, а пан Марчин с Люблина должен будет защищать свою землю. То есть из опасности? Так, белорусы так само, я бачу, вот белорусские стихи были, белочервоно-белые. Какая ваше зимисупрация была? Вы просто собрались все разом, поехали, альбо просто пропоновали белорусам блоковать все эти фуры? Ну, я сам, как бы, когда прошлая блокада была, я сам привез двух белорусов, дал еще свой флаг, белокрасно-белый, одному из них, потому что он приехал как раз в Беларусь и не привез с собой. Так что моя задача – это информировать людей с Украины, что есть, как бы, Беларусь свободная, есть люди, которые в Беларуси боролись против диктатуры, они сидели в окрестина, они прошли тертуры, они должны, как бы, убежать со своей стороны, потому что там нет свободы. И чтобы, как бы, люди понимали, что есть диктатор Лукашенко, а есть вот ребята, которые даже воюют, как бы, за Украину, Калиновского и другие батальоны. Так, батальон Кастуся-Калиновского. Дякую велике за то, что пришли до нас у студии.